Флагманские смартфоны это безусловно хорошо. Самые передовые фичи и технологии, великолепный дизайн, но и ценник впечатляющий. Не для всех доступные устройства среднего ценового сегмента. Так что же, пользоваться простой звонилкой с фонариком? А вот и нет. Привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании Alloy я познакомлю вас с современным, доступным двухсимочным смартфоном Samsung Galaxy J2. Это продолжатель традиции бюджетного J1 и младший братец J5 и J7 смартфонов с ориентацией на селфи, ввиду наличия у них фронтальной вспышки. Обладатель суммы, за которую предлагается J2, может обратить внимание на LG G3 Silus, Fly Tornado Slim, Nokia Lumia 730 или Lenovo S850. Кстати, все они двухсимочные. Любой самсунговский девайс можно узнать по характерному дизайну аж за километр. J2 не исключение, а подтверждение этому. Помимо привычной фронтальной панели, крышка выполнена из пластика, стилизованного под кожу, что живо напоминает Samsung Galaxy Note 4. Помимо этого, под определенным углом на ней можно заметить перламутровый отлив. Под ней съемный аккумулятор, а также слоты для двухсимок и микро-SD. Обрамление из пластика, стилизованного под хромированный металл. На нем порт micro-USB расположенный снизу. Кнопка блокировки справа, миниджек сверху и качель громкости слева. Выпускаются устройства в трех цветах – белом, черном и золотом. Золотая расцветка, судя по всему, тренд, так как за последнее время у нас в руках побывала масса девайсов, которые имеют золотистые вариации. J2 – компактный смартфон, которым легко и непринужденно можно пользоваться одной рукой. В целом же внешность больше тяготеет к девайсам средней ценовой категории, нежели к доступным. Не ощущается в нем дешевизны материалов, что приятно. Самсунговский чипсет с четырехъядерным процом выдает качественные результаты. Нет, это ни в коем случае не производительность флагманского устройства, но большинство игр J2 потянет без проблем. Разве что особо прожорливые монстры могут вызвать легкие покашливания девайса в виде провисания FPS или долгой загрузки уровней. Справедливости ради замечу, что таких игр не так уж и много. Оперативной памяти 1 гигабайт, что вполне предсказуемо, ожидаемо и достаточно для смартфона такого уровня. Встроенной 8, но в плане свободной для игр, музыки, видео и приложений памяти вы практически не ограничены, нужно лишь докупить microSD. И к Wi-Fi подключиться можно, и по Bluetooth со смарт-часами синхронизироваться, и дорогу отыскать. Все, что нужно, здесь есть. Питается девайс от аккумулятора емкостью в 2000 мАч, чего хватит на пару дней умеренного использования. Дисплей Super AMOLED. В принципе, уже после этого словосочетания можно не вдаваться в подробности, так как общепризнано, что у Super AMOLED это хорошо. Диагональ 4,7 дюйма, что вполне удобно. Можно было бы повредничать насчет не особо высокого разрешения, но это совершенно ни к чему, так как пикселей не видно. Дисплей вполне приличный. Камеры характерны для такого уровня устройства. Результат приемлемый. Основная камера 5T-мегапиксельная. От нее не стоит ждать качества уровня серьезных камерафонов, но ее результатами вы будете приятно удивлены. Это определенно те фото и видео, которых не стоит стесняться, выкладывая их в соцсети. Автофокус не тупит, вспышка достаточно яркая. Видео очень даже ничего. Фронтальная камера подарит обладателю J2 неплохие автопортреты. А если учитывать стоимость девайса, так вообще отличные. Видео не супер, но для видеозвонков очень даже ничего. Довольно-таки найс. Работает Samsung Galaxy J2 под управлением Android 5.1.1 Lollipop прямо из коробки. Разумеется, обновленный интерфейс TouchWiz со всеми присущими ему плюшками присутствует. Если бы меня попросили охарактеризовать этот смартфон одним словом, то это слово было бы сбалансированный. Приятный дизайн, неплохая производительность, достойные камеры, качественный экран, поддержка двух симок и доступная стоимость. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и доступный сбалансированный смартфон Samsung Galaxy J2. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть другие видосики. Пока!